Друзья, добрый день, с вами опять Катя. Я вас приветствую из Монтепульчано, Тоскана, регион Тоскана. Для тех, кто первый раз попал на мой основной канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, друзья, я являюсь журналистом. Я хочу напомнить, что у меня имеется мой второй канал, я его называю «Политический». Ссылку на тот канал я оставлю под описанием этого видео, и там же будет ссылка на мой Телеграм-канал. Итак, друзья, гуляем с вами по этому удивительному средневековому городу. Сегодня будет много всего интересного. Ну что, пошли? Вот я, друзья, я не удержусь. Мы только что с Таней зашли вот в этот вот переулок средневековый. Ой, вот как будто бы действительно идёшь, и время остановилось. Вот, 12 век. Смотрите. Ну, если бы не вот эти электрические аксессуары, но действительно ощущение средневековья. И вот, смотрите, ресторан какой здесь. Подъём вот здесь на верхнюю террасу. Смотрите, вот мы сейчас с вами просто выйдем. Вот сиди, как говорится, и жизни радуйся. Пока закрыт, наверное, вечером откроется сегодня. Вот, посмотрите, какая чудесная терраса. То есть открывается в вечернее время вот такой зонтик. Вот, и, пожалуйста, уют необыкновенный. Идилия. И вот вид отсюда. Храм Сан-Биаджу вот с этой же стороны. Вот тут тыкали вот этой вот порнографией. Вот этой вот зачем? Она здесь совершенно не смотрится. Терраса какая, видите, тоже тосканская, типичная прелесть. Просто прелесть. Зонтики есть, есть. Да, вот свет удивительный здесь, правда? Да, я надеюсь, что откроется. Да. Вот как... Я надеюсь, что камера-то хорошая, что она все вот эти оттенки передаст. Палаццо Ричи. Сейчас зайдем. Да, вот здесь был симпатичный музей. Но пока вот я вижу, что он закрыт. Ну, здание самое красивое. Так, давайте войдем внутрь. Смотровая площадка. Здесь. Концерты здесь проходят, точно. Очень красиво. Ты посмотри, мы с тобой сюда еще ни разу не заходили. Панорама все та же. Это вид на Пьенцу. Вон там это Санбьяджо. Санбьяджо. А, вот это кладбище, кстати. Кладбище, да. Мы обычно были вот там чуть левее. Там еще одна смотровая площадка. Вот здесь мы... Нет, ничуть не хуже. Там тоже так, ну, как тихонь. Но там уже туманно. Слушай, а здесь концерты проходят. Да, ты абсолютно права. Проводятся концерты. Ага. Озеро. Видишь, искусственное, маленькое для орошения. Ведь ты знаешь, что здесь не везде можно вот это озеро создать. Потому что, в общем-то, как они говорят, здесь определенный дефицит воды, он имеется. Поэтому даже когда ты вот покупаешь дом, если ты хочешь организовать бассейн, это не так просто получить разрешение от муниципалитета в результате. Ну, там колодики быстро. Ага. Вулочки вот эти. Я их так люблю. Ты знаешь, мне вот многие говорят... Цветы какие. Цветы. Как они называются? Забыла. Ладно. У вас такие домашние стены. Да, 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 да. Слушай, ну ты знаешь, я вот очень... Вот мне многие пишут, мои подписчики, что... Пишут, что вот людей мало. Но я вот так вот стараюсь иногда взять. Слушай, здесь, видимо, я реставрирую ворота. Да, свежепокрашены. Свежепокрашены. Ага. Вот, что людей мало. Но я, ты знаешь, зачастую так специально и подбираю, чтобы было поменьше людей. А чтобы именно внимания больше люди обращали на улицы, на улицы, на эти средневековые. Пальмы. Слушай, ну вот это здорово, кстати. Видишь, цветочки. А, герань. Герань. Слушай, подсмотреть можно. Ты видишь? Друзья, вот во время прогулки мы увидели еще одну кантина, Талоза. Посмотрите, пожалуйста, с Торика. И нам разрешили пройти, и нам разрешили поснимать. Танюш, пойдем. Нас пригласили. Посмотрите, пожалуйста. Вот еще вам пример. Талоза. Вот называется Талоза. И коллекция вин. Тута фата монтепольчана, веро? Ти. Вот, смотрите, тоже типичные продукты. Это масло здесь, всевозможные приправы. Все натуральное. И большая, очень хорошая, отличная коллекция местных вин. Посмотрите, пожалуйста. Вот Талоза. То есть, квиндиси нефига, а анки с эти продукцией, не верю? Все наши продукционы, си. Это их продукция. Посмотрите, пожалуйста. Видите, вина обозначают. И куча до вас си фазы. Вот это фирма. Посмотрите, пожалуйста. Ну, фирма, это не самое лучшее название, конечно. Вот их виноградники. Посмотрите, все можете найти. И вот разные виды вин. Вот. Все производится именно здесь. Так, друзья. Я вам показала сейчас в общем продукцию. Но нам сказали, что мы можем пойти вниз. Вот, кстати, обратите внимание. Пусечок. Вот пробки каким образом используются. Никогда ничего в хозяйстве не надо выбрасывать. Видите, внизу как аккуратно разложено все. Пуся, мандарчи, джугу. Грация, мили. И вот нас пригласили. Сказали, что мы можем спуститься. Жалко, что видеокамера не передает запах. Потому что, когда ты спускаешься... Танюш, ты чувствуешь сырость, да? Сырость и прохлада. Потому что вино хранится исключительно только в том случае. Хорошо, если сырость и температура около 15-18 градусов. Таня, посмотри, пожалуйста, это мы с тобой отлично зашли. Я хочу себе выйти только отсюда еще. Выйдем? Мы выйдем обязательно. С нами будет коллекция. Потрясающе. Да, это коллекция, знаешь, и может быть и по 30, и по 50. То есть пить, в принципе, уже нельзя. Поэтому они остаются исключительно как коллекционные. Туф. Вот эта вот земля, благодаря которой... И уже только хладно. Да, и обладает вино потрясающими качествами здесь. Причем, смотри, чем глубже мы спускаемся... Вот смотри, мы проходили с тобой мимо этой кантины, правильно? И вроде бы ничего особенного. Ты посмотри, какая лестница вниз. Вот это да. Это не то слово. Друзья, вы поняли, да? Как здесь все устроено. То есть снаружи ничего особенного, а вот так вот ты идешь, и ты понимаешь, что ты... А-а-а! Вот это да! Ты посмотри, пожалуйста. Вот он, туф. Вот эта вот земля, она как раз способствует производству хорошего вина. Потому что песок, здесь имеются камни, все зависит от земли. Заодно немного геологии. Да! Смотри, это как же мы с тобой... Насколько же метров мы вниз с тобой спускаемся? Ты посмотри! Вот это да! Там, сказали, будет человек в очках, который сможет провести экскурсию. Там, вот они, ты посмотри, куда мы с тобой зашли. Весы старинные. Так, и мне уже некоторые вещи объяснили. Да, смотри, видишь, бутылки старые, коллекционные. Потрясающе! И вот смотри, видишь, бочка, и сверху вот этот вот писюсок, который стоит наверху. Ну, значит, там находится вино, и они следят за уровнем. То есть, когда вино опускается, в том-то и дело, оно сжимается. И когда они видят, что вино пропадает, вот в этом писюске... Да, разный уровень, кстати, вот обратите внимание. Да, разный уровень, точно. Значит, они должны долить, потому что стандарт есть стандарт. И там еще и маслица. Ты вот обрати внимание, что нижняя чаша, там масло. В том числе вино должно дышать, даже вино должно дышать. Вот. Да, именно. Слушай, влажность, а так и должно быть. Это самая оптимальная температура. Самая оптимальная температура. Бочечки. Как? Сейчас все... Сколько секунд, так не скажем. Так мы сейчас пройдем везде, мы все посмотрим. Знаешь, какое количество вина. И вот оно, качество. Вот это качество. Вот, вот, посмотри. А вот ты знаешь, почему одна бочка большая, а другая вот бочка поменьше? Потому что чем меньше бочка, тем дороже вино. Потому что такое, оно получает еще привкус дерева. То есть они льют одинаково, а потом получается разно? Вот здесь вот в такой большой будет меньше привкуса дерева. А вот в такой вот маленькой больше. Это такую пикантность своеобразную придается. Это вот кто сомелье, хороший сомелье, это же искусство. Поэтому... Видишь, писюсек вот этот вот. Вот здесь масло. Вот здесь можно поближе подойти, показать людям. Видишь, масло. Вот. Дышит таким образом вино. И вот видишь, оно опускается. Когда оно опустится, пропадет полностью, значит, они должны будут дарить. Как поплавок своеобразный, который показывает. Ты посмотри, как мы зашли. А... Ты посмотри, куда мы попали с тобой. Вот это да! А, там уже улица. Бонжорно! Бонжорно! Ты посмотри, какие бочки. Нет, надо пройти, надо здесь задержаться. Ты посмотри, какая форма. А когда мы с тобой проходили, как бы маленькое местечко, правда? Вот, ты видишь сырость? Посмотри, пожалуйста, вот она. Ты попробуй немножко издалека взять, чтобы большие. Издалека взять, да? Может быть, видно было. Сколько здесь вот высота потолков? Метров пять? Метров пять, я думаю, да. Это овальная. Ну, таким образом, ты посмотри. Она больше вместо свободного, когда она вверх вот так выходит. Ты посмотри. Так. Давай вот сюда. Видишь, да, и своды, плесень, конечно. Ну, потому что ты чувствуешь здесь сырость. Смотри, пол. Ну, может быть, стана сверху. То есть она как-то посудила в скале. Да. Ну, это оптимальная температура для состаривания вина. Подожди, это кто у нас? Горбачев вырубил все виноградники. Это подожди. Как это? Стишок-то такой был. Паталоном кислая, паталоном сладкая. Что же ты наделала, лысина, за оплаткой? Вот маленькие. Вот ты видишь, это дороже будет сразу, дороже, потому что здесь вот другой аромат автоматически. Вот. Пусть я была замаскирована. Нет. Вот, о чем нам замаскироваться? Ты посмотри, куда мы попали. Ты посмотри, место. Там замуруют здесь, куда и в уголки. Да это я с удовольствием, Тань, с удовольствием. Вот пусть здесь замуруют. Ты посмотри здесь, сколько вкусненького. Ты думаешь прямо о бочке? Да. А что, вот лег вот так вот, прям под краник лег, открыл краник, лежишь, ты уже никакой абсолютно. А рот открыл, и тебе туда капает. Ты понимаешь, и даже двигаться не надо. Я считаю, что даже очень многие среди наших подписчиков, они были бы согласны, чтобы здесь замуроваться. Да. А что, или хорошо лежишь? Хорошо зашел, хорошо лежишь. Ты посмотри, сколько краников, а? Да. Снаружи просто дверь. Ну-ка, давай подойдем к тем дяденькам, дяденькам. Поговорим, познакомимся. Вот это прелесть-то какая, а? Здесь уже проходит съемочка. Вот. Давай тогда пока здесь поснимем. Ты посмотри. Да, туф, вот этот вот. Ты посмотри, какая галерея. Вот, мы туда потом еще сейчас зайдем. Тань, ты посмотри, что у них там творится. Слушай, это мы с тобой очень хорошо зашли. Это очень крутое место. Так, давай-ка вот сюда сейчас. Это мы отдельной рубрикой сделаем такое. А, там дальше выход. Ну, ты видишь, вот что над нами? Слушай, ты представляешь, это какой объем работы. Влажная прямо, капает вода, капля упала. Капля упала, да. На меня уже не одна упала. Ну, ты представляешь, это какое производство. А снаружи ничего не видно. А здесь и все. Ну, ты представляешь? Вот тебе и город. Волшебный город. Просто волшебный город. И это я считаю, друзья, я знаю, что мне пишут и про грузинские вина, и про французские, и про израильские. Ну, давайте по чесноку говорить. Ха-ха-ха. Вот, здесь проходит это вот зал для дегустации, друзья. Там еще, мы увидели, что там еще одна имеется норка. Танюш, пока они заняты, давай-ка попробуем с тобой здесь войти. Вот это да. Ну, там уже, там норка заканчивается. Слушай, ну, это вот везде вот этот вот туф. То есть, ты понимаешь, что это из поколения в поколение все создавалось? Нет, ребят. Я даже не представляю площади, какие здесь уходи. Сейчас они освободятся. Мы сейчас запишем интервью. Я хочу представить вам Эдуарду. Эдуарду является хозяином винатерии, в которой мы сейчас с вами находимся. И Эдуарду расскажут историю этой винатерии. Преего, расскажи историю, пожалуйста. А, мы находимся сейчас с вами вот в этой винатерии. И эта винатерия считается по праву одной из самых старых винатерий в Монте-Польчане. Это из-за моей семьи в 1982 году. И, в частности, в Кантине-Сторике мы делаем винатерии в боте-граде, как вы можете видеть. Милли, милли, ново-чента, 82. То есть мы занимаемся, непосредственно моя семья, этим ремеслом с 1982, с 1982 года. И как вы обратили внимание, бочки, которые находятся здесь, они имеют достаточно большой размер? То есть, смотрите, если мы с вами будем говорить об этом подвальчике, вы обратили внимание, вот даже в свод, который я показывала вам, это мы считаем, что это с этруской эпохи. То есть считаем, что это пятый век до Рождества Христова. И суббитис он оригинальный, веро? Си, он оригинальный, но вы можете видеть, где есть тромба этруска. И вот там находится этрусская могила. Смотрите, мезозойская вера, обратите внимание, вот эта ракушка, посмотрите, пожалуйста, потому что в те времена, потому что здесь было море, мезозойский период, обратите внимание, видите, каким образом сформировано все то, что мы с вами видим, вот это все, друзья, это все ракушки-ракушки, вот они. Если мы с вами пройдем вперед, я хочу вам кое-что здесь показать еще. Вот она этрусская могила. Золото не нашли, но мы нашли человеческие останки. Смотрите, друзья, вот здесь написано дата, это шестой век до Ван-Ти-Кристо, то есть шестой век до Рождества Христова. То есть давайте мы будем округлять и будем говорить, что это две с половиной тысячи лет. И в последующие годы, в эпоху Средневековья, считайте, это был как холодильник, он использовался для того, чтобы хранить масса, мясо и лакрочи. То есть, друзья, смотрите, во время Второй мировой войны, когда оккупанты, в общем, они считают себя освободителями, но на самом деле это оккупанты, когда они бомбили это место, то есть считайте, что люди использовали это как бомбоубежище, поэтому здесь находилась церковь, здесь люди имели возможность молиться, потому что если бы они были освободителями, они не бомбили бы это место, конечно. Но они представляют... А Лора, это то, что это русское? Это то, что это русское, но, возможно, если мы продолжаем скопать на национальном метро-саде-Агантин, мы не найдем этого. Но не разрешают, то есть раскопки археологические здесь проводить больше не разрешено. То есть, если была бы такая возможность... Алибо на карабине, реченку, а не дегалера. Приедут карабинеры пять лет тюрьмы. Потому что, друзья, те, которые могут копать, это исключительно только, конечно же, археологи, то есть официальные представители, ни в коем случае частным образом этим заниматься, не зацитрованно металл-детектор. Слово, металл-детектор практически запрещенный атрибут здесь. 1200 квадратных метров, друзья, подвальчик. Как вам такое, а? 1200. Да, набережно. Потому что, друзья, смотрите, здесь оно только... Вино, оно состаривается. Потому что ферментация, ферментация, она проходит не здесь. Период ферментации, это как раз вот там, где растет виноград. Там, где находятся виноградники. Поэтому здесь оно только, скажем так, уже обретает окончательную форму. И хочется по-дегустаре, веро? Да, теперь у нас два дегустации. Это открыто около 3 лет. Пошло? Смотрите, друзья, у них два зала, где две комнаты, две гостиные, где можно проводить дегустацию. Вот этот зал, ему около трех лет, три года тому назад, они его открыли. Это наше второе место, где мы продаем. Будьте любезны, еще раз читайте, пожалуйста, название «Та Лоза». «Та Лоза». И как и в начале, 2019 год. Вот оно, вино. Запоминайте, пожалуйста, название. Кеду, скузаю, я на даманда. Фачу иземпио. Комисси Адесу конель туризму, чек-казино, вероятно. Се, алькуни, персони. Фачу иземпио, Руссия. Волянокум праре, директаменте дате. То, то, сей, диспонибеле, спидера. Смотрите, то есть, если вы хотите приобрести вот это вино, напрямую, вот, пожалуйста, вот, 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 пожалуйста, вот я навожу, вот, ву-ву-ву, Та Лоза.ит, значит, здесь, пожалуйста, имеется номер телефона, имеется мэйл, поэтому вы можете напрямую связаться, напрямую связаться и договориться о том, чтобы вам отправили, отправили. Потому что Эдуардо говорит, что в России в любом случае у нас есть официальный дистрибьютор, но в любом случае имейте в виду, что если вы хотите оригинал, оригинал вы хотите непосредственно отсюда, из этого подвальчика, вот, пожалуйста, я только что вам предоставила, вы увидели сайт, на котором вы сможете все заказать. Смотрите, вот этот зал не видел пока никто, потому что вот этот вот зал, он должен быть открыт через какое-то время. Он новенький, поэтому здесь пока еще никого, из клиентов пока еще никого не было, поэтому вот нам позволили сюда войти. Танюш, заходи, смотри, как красиво здесь. Мы пытаемся, чтобы комфортить наши клиенты, которые хотят дегустации вертикали, так как и другие, мы в дегустации, мы в дегустации до конца 70 до конца. То есть, кто хочет, он также дегустировать дегустацию вертикали. Сетантани, он виноги сетантани. Нет, в финале 70, так как и другие. Кварантани. Смотрите, друзья, то есть вот здесь дегустационный зал, здесь можно будет попробовать вино, которое было произведено еще в 70-х годах прошлого столетия. Поэтому совсем старые, старые вина. Ой, как красиво, вот посмотрите, как красиво. А снаружи-то давайте вспомним, очень простенько выглядело все. А посмотрите, пожалуйста. Так вот. Это эта земля, которая помогает продавать льву бону, веро? Потому что она очень революционная земля. Да, это очень революционная земля, и также ваши, которые вы видели, которые раньше, contribuiscono к минералам. Эта земля сама по себе, она очень и очень богата минералами. Вот по этой причине вкус вина необыкновенный. Эта минеральность, которые мы используем в Петросе, используем для производства этого вида. Это около 3000 ботилья, которые мы используем в этом году. Это нашу Супер Тускана. Это нашу Супер Тускана. Нет, Петросе это нашу Супер Тускана. Смотрите, Петрос, это такое маленькое производство, мини-производство. Видите, Петрос, это очень маленькие партии данного продукта вот здесь. Поэтому это уникальная вещь, которая изготавливается именно здесь, именно в этом месте. Вот, посмотрите, пожалуйста. 100% мерло. Мерло, 100%. Мерло, сколько стоит на бутыле, как это? Для нашего Супер Тускана 57 евро. Друзья, смотрите, вот внимание, цены. Внимание, цены. 2012 год. То есть, этому вину практически 10 лет. Это первое. Это первое. Коста Чинкуанта? 46 евро. Просто я хочу вам, предлагаю сравнить с московскими ценами. С московскими. А? 50. 56. Я сколько сказала? А? Нет, 56. 56. Я оговорилась. Пардон. 56 евро. Но я просто хочу, чтобы вы... Спасибо, Таня. Я бы без тебя... Вот. Да, у меня с цифрами, конечно, проблема. 50... Чинкуанта Сейвер 56. Смотрите, друзья, потому что бутылка вина хорошего, среднего вина в Москве или в Киеве, я знаю, что стоит 53 евро. Это стоит Кианти. Смотрите, а здесь уникальный элитный продукт, пожалуйста, напрямую 50... чуть-чуть дороже, чем 50 евро, 50-60 евро. И, по крайней мере, мы производим три типологии Нобили. Нобили и Буретто. Смотрите, это благородное. Благородное. Посмотрите, пожалуйста, вот оно благородное. Ага. Резерва. Резерва. То есть это запас. И, в конце, филе и дубки. И вот еще, посмотрите. Смотрите. Это наш Кру. Вот. Сколько стоит бутылка как эта? С 32 евро. 32 евро. У нас есть даты в 2007 году. 32. 32. Это Кру. Знаете, что 32 стоит Кианти в Москве? Кианти, что не стоит на мапе. Да, потому что стоит 30. И у них бутылка как эта? 27 евро. Но мы всегда говорим о новом году, потому что на новом году они более большие. 15. 27. 27 евро. 27 евро. Цена. То есть вы покупаете если на прямой производитель. Со спикуланты. санкции. Это для простых людей, не для ВИПов. Потому что ВИПы прилетают на частных самолетах и все это скупают для себя. Для них никакого эмбарго не существует. Только для простых людей. Но мы должны все-таки жить для простых людей в первую очередь. Друзья, прекрасное место. Спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся в следующий раз. Сейчас угостят. Нас сейчас угостят вот таким вот резервом. Слушай, это какой год? 2015. Кажется. 2015. Сейчас попробуем. Вкусненькая. Контрата. Контрата. Сан Мартино. Сан Мартино. Мой муж Сан Мартино. У них вот Контрата. Посмотрите, пожалуйста. Это вот другая Контрата. Вот. В общем, будем сейчас мы пробовать. Вот. Грация. 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 Друзья, так. Cheers. На здоровье. Боно. На здоровье. На здоровье. На здоровье. На здоровье. На здоровье.